Визиты президента Казахстана в зарубежные страны играют ключевую роль в укреплении международного сотрудничества, привлечении прямых иностранных инвестиций, подписании стратегических важных документов. Эти встречи открывают новые перспективы для экономического партнерства и создают дополнительные возможности для устойчивого развития страны. Об этом в студии Prime Time мы поговорим с заместителем председателя комитета по инвестиции в Министерство иностранных дел Казахстана Муратом Закирьяновым. Мурат Ирланович, добро пожаловать в студию Prime Time. Добрый вечер. Добрый вечер, Ирланд. Ну, как вы знаете, география государственных и официальных визитов главы государства в зарубежные страны, она очень обширная. Расскажите, как переговоры на высшем уровне и подписание двусторонних документов способствуют укреплению экономических и политических связей Казахстана с другими странами? Да, как вы уже отметили, действительно, участие главы государства в международных бизнес-мероприятиях, оно способствует укреплению именно инвестиционного и экономического сотрудничества Казахстана с зарубежными странами. Во время таких мероприятиях подписывается ряд коммерческих документов, ну и самое важное, ведутся, проводятся, наверное, переговоры на высшем уровне. Это показывает нашим иностранным партнерам Казахстан в качестве важного стратегического партнера, наверное, стабильность и гарантии, что за реализацией проекта также присутствует поддержка со стороны государства в целом. Ну и стоит отметить, что участие главы государства в таких бизнес-мероприятиях привлекает и внимание международных СМИ, что позволяет нам привлечь больше аудиторию и потенциальное количество инвесторов, которые могут зайти в Казахстан, расширяется. Последние мероприятия этому показали, что в рамках таких круглых столов подписывается ряд крупных коммерческих документов на Казахстан. Особенно следует отметить подписание коммерческих документов на стратегических важных отраслях. Как уже было отмечено, по итогам визита в Катар было подписано в рамках реализации договоренности, подписано соглашение с Казакгазом совместно с холдингом UCC, холдинг катарским, который направлен именно на строительство компрессорной станции, газопроводов в магистралии, которые содействуют в ту очередь нашей энергетической безопасности, стабильности и расширять горизонты. Касательно безопасности, в том числе и экономического, сегодня Казахстан называет островком стабильности, где для иностранных инвесторов созданы все необходимые условия. Это и в рамках экономических зон действуют и правила МПЦ, и другие инструменты. Как охотно крупные международные компании вкладывают свои средства в нашу экономику? Можете привести цифры? Спасибо, Рилан. Да, действительно, вы отметили, Казахстан, наверное, в экономическом разрезе, Казахстан представляет, как является основным направлением иностранных инвестиций в Центральную Азию. Этому свидетельствуют и, можно сказать, отметили статистические данные по привлечению валового прямых инвестиций в Казахстан. В прошлом году они составили 23,4 миллиарда долларов. По данным Национального банка, за первое полугодие 2024 года валовый объем прямых иностранных инвестиций составляет 9,8 миллиардов. Также за этим стоит, конечно, реализация крупных проектов. Стоит отметить, что в этом году при поддержке правительства был введен в эксплуатацию завод Карлсберг с объемом инвестиций на 50 миллионов долларов. До конца года планируется ввод в эксплуатацию завода по переработке вольфрамовой руды на сумму 450 миллионов долларов и с созданием рабочих мест свыше тысячи рабочих мест. Если я не ошибаюсь, несколько лет назад Казахстану удалось достичь рекордных показателей, которых мы не могли достичь 10 лет. 28 миллиардов, да? Да, это следует отметить, что в 2022 году он был пиковым. Это, наверное, во многом связано с нашим сырьевым сектором по уровню добычи и, с одной стороны, и ценам на ресурсы. Ну да, продолжая тему, с начала года во время зарубежных визитов президента Казахстана были подписаны, как мы выше отметили, множество стратегических, экономических документов на миллиарды долларов, которые придут в нашу страну. Скажите, какие сектора, помимо тех, которые вы уже озвучили, экономики больше привлекают инвесторов? Ну, скорее всего, Казахстан привлекает в инвестиционном плане ключевые отрасли, такие как редкоземельные металлы, наверное, тоже замечают. Также нам интересна зеленая энергетика, углехимия и глубокая переработка. Это на то, что сейчас нацелены именно наши интересы именно в сфере переработки. Что касается добычи полезных ископаемых, в том числе и редкоземельных, стоит отметить, что Казахстан занимает второе место в экономике, это данное, сектор занимает второе место в экономике в качестве экспорта. Но особенно, наверное, хотелось бы отметить, что по данным Всемирного банка, Казахстан располагает свыше 5000 неразведанных местонарождений. И в этом году даже было уже отмечено, что помимо переработки и добычи, нам будет интересно привлекать инвесторов в сферу геологоразведки. То есть это данные, наверное, может быть устарели и имеет смысл актуализировать данные прогнозы. Разведка ведется компанией Казахстан с СМПС, получается, с Татнефтью и другими же компаниями тоже. Да, там это... Компания саморуказана, о чем будет сказано. Да, там можно будет, помимо того, что это ведется по линии Министерства промышленности, данная работа. И действительно, как бы инвесторам будет интересно не только добычь, но может действительно заинтересовать и гелая разведка с потенциалом выдачи на большие ресурсы. А вот скажите, как законодательно защищаются права инвесторов и, самое главное, их капитал? Ну, здесь следует отметить, наверное, наш совет по привлечению на странные инвестиции, да, при так называемом инвестиционный штаб, который позволяет, наверное, на высоком уровне принимать решения по решению проблемных вопросов при реализации того или иного, в особенности крупных стратегических проектов инвестиционных. И стоит отметить, что по поручению главы государства он наделен был особым полномочиями по принятию решений, в том числе, если с целью реализации необходимо сейчас это реализовывать данный проект, и мы как бы вдогонку его сопутствующие подзаконодательные акты, там, можно будет принимать. Если подытожить наш с вами разговор, скажите, в чем все-таки заключается уникальность Казахстана, как надежные, стабильные инвестиционные площадки для мировых компаний? Ну, это, наверное, как и все уже отмечали, это, наверное, меры господдержки. Как уже было отмечено, что показывает и стат данные, как вы уже тоже отметили, что Казахстан действительно в нашем регионе, он является как бы привлекательным, и это, конечно, содействует помимо защиты той же самой, что оказывается со стороны государства, поддержки, гарантии. То есть у нас со многими странами и соглашения, соответствующие по защите инвестиций, поощрению, но в том же числе и меры предоставляемые. Как вы в самом начале отметили, что имеются специальные экономические зоны, у нас создана площадка МФЦА, где юридически уже по английскому праву есть арбитраж, присутствует. У нас также предусмотрены соглашения об инвестиции, которые предусматривают встречные обязательства, так и гарантии государства со стороны правительства при реализации крупных проектов. Ну и те же самые налоговые льготы, таможенные, пошлины, наверное, это, наверное, важно, поскольку мы стремимся отойти к несырьевому, это в том частности обработка. А нам для этого нужны новые технологии, наверное, в данном процессе. И с поддержкой государства инвестор получает реальные проекты, возможно, с экспортным потенциалом, создавая. И в заключение можете привести те страны, которые больше всего вложили, либо вкладывают свои средства в нашу национальную экономику, и те страны, у которых другие наши партнеры могли бы взять, например? Ну, исторически, если отмечать, по вложению те же самые, собрать балловые прямые иностранные инвестиции, это следует отметить Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Китай, Россия. Это, наверное, крупные такие, но это исторически сложив все. Ну, вместе с тем уже в разные годы наблюдается уже по годам, если смотреть различные, в зависимости от динамики, потому что мы стараемся работать по всем направлениям, действительно брать лучшие технологии, производственные линии и завозить к нам. Брат Ирланович, спасибо за содержательный разговор и за то, что нашли время и поговорили в нашей студии.